Когда мечты оборачиваются сплошным кошмаром. Долгожданная газификация села Степное Марьяновского района вергла его жителей в настоящий ад. По итогам проведенных работ людям грозит приличная переплата, а в поселке царит хаос и бардак. Виной всему считают селяне безответственное отношение чиновников. Сейчас, допустим, вот эта точка подключения, внутреннее газоснабжение, оно будет подключаться сюда. И это всё же будет оплачивать уже домовладелец. Газификации в Степном ждали долго. Полдесятилетия, рассказывают люди, разрабатывали план. На него, кстати, сбрасывались сами. Местный житель и депутат сельсовета Иван Кондря вложил в разработку будущей газификации 15 тысяч рублей. Остальные скинулись примерно постолько же. О том, что будет такой плачевный результат, никто не мог даже подумать. Мы пять лет только мучили этот проект. В буквальном смысле мучили. Мы его вымучили. У нас первая организация, которая пришла к нам, которую привёл и положительнейшим образом рекомендовал бывший глава тогда поселения Солдовниченко. Расхваливал, нахваливал. Она собрала 2,5 миллиона денег и быстренько обанкротилась, не сделав ничего. Компания, которой люди доверились после первого крупного фиаско, тоже подвела. Рабочие расположили газовые стояки слишком далеко. Эти лишние метры обойдутся селянам примерно в 5 тысяч рублей. Столько будет стоить излишек трубы, который теперь придётся тянуть от стояка к забору. Новость об ошибке нанятой бригады повергла население в ужас. По договорённости люди должны заплатить ещё и за внутренние работы. По словам селян, обойдутся они примерно в 40 тысяч рублей. В Степном живут в основном пенсионеры. Такую сумму они смогут осилить только при помощи кредитов. Почему они от забора не начали копать? Для своего удобства даже. Везде положено отводы сделали к заборам самым. А тут не надо было даже отвод делать, просто оттуда начать копать и плавно повернуть и пошли туда. Приличная переплата, которая теперь грозит жителям Степнова, не единственная проблема. В некоторых местах газовые стояки установили прямо на краю проезжей части. Даже опытному водителю заметить сразу эти тоненькие штырьки будет нелегко. Сложно представить, что может произойти в зимний период, когда участки с подведённым газом заметёт снегом. Самое страшное то, что зимой будет чиститься снег, раздвигать, и может трактор просто не увидеть и сбить этот стояк. Будет авария, газ пойдёт и всё, и останется село без отопления, пока устранят, пока всё. Разговариваем с главой, но пока должного понимания не находим. То есть контроля особого нету. Людей также волнует вопрос по асфальту. То есть они рядом с асфальтом также копали, мусор, глина осталась на асфальте, никто не убирает. Машины ездят, пыль подымают, люди бельё на улице не могут оставить. Этот вопрос тоже подымался, глава сказал поговорить, но пока всё на том же месте. С жалобами на ситуацию жители пострадавшего населённого пункта обратились к Валерию Васильеву, депутату от КПРФ Совета райцентра. Коммунист уверен, виной всему власти Степнова. Газификация деревни должна была проходить под строгим и неустанным контролем местных чиновников. Конечно, это ненормально. Заказчиком является местная администрация. Всё это должна власть вникать в эти вопросы, исправление, всякие бывают ошибки. Но это вот то, что мы наблюдали в Степном, это вопиющая, так сказать, безхозяйственность, или как это назвать, вопиющая безответственность. И как власть здесь не может быть в стороне, конечно. Конечно. Ну и это характеризует полностью ту нашу социально-экономическую систему, тот настрой, в котором мы живём. К сожалению, вот уже 30 лет. Безответственность, безответственность, ещё раз безответственность. Вопрос о безхозяйственности в Степном коммунист Валерий Васильев намерен поднять на районном уровне. Возможно, после этого в Степнинском сельском поселении удастся навести порядок. Ну а сами – жители населённого пункта в который раз взяли всё в свои руки. Сейчас они ведут переговоры с нанятой чиновниками компании «Гастроэксплуатация» и стараются добиться исправления ошибок.